Мы начинаем с вами шестую главу седьмого стиха. Это время, когда снимается четвертая печать. Помните, мы с вами говорим о том, что в это время устраняется общая благодать. То есть устраняется та благость и доброта Бога по отношению ко всем людям, независимо от того, были ли они верующими или неверующими. И вместе с печатями устраняется, снимается общая благодать. Итак, четвертая печать снята, и смерть становится обычным явлением. В восьмом стихе говорится о том, что всаднику дана была власть уничтожить четвертую часть земли. Богословия считает, что здесь речь идет не о том, что одна четвертая часть какого-то конкретного участка земли будет уничтожена полностью. Здесь речь идет о том, что одна четвертая часть населения земли. Поэтому одна четвертая земли это выражение не имеет отношения к географии, к местоположению. А четвертая часть земли означает одну четвертую население земли, которое будет уничтожено. Я провел некоторые математические вычисления для того, чтобы показать, как это отражается в наши дни. Вот как отправную точку я использую ту численность населения, которое у нас есть на данное время. А в данное время считается, что землю населяет 6,3 миллиарда людей. Смертность в наши дни по всему миру, средняя, конечно, величина берется, умирает один человек из 113 в год. Моя церковь в Аризоне очень хорошая иллюстрация, это моя церковь в штате Аризона. У нас где-то 113 человек, а приблизительно каждое воскресенье приходят на богослужение. И в прошлом году у нас были только одни похороны, один человек умер. То есть можно сказать, что это не так уж и много. Один из 113 в год. Однако в данном фрагменте мы с вами видим, что умирать будет один из четырех. Соотношение будет один из четырех. А вот сейчас вот в комнате 12 человек. Если бы год потребовался для того, чтобы исполнить это пророчество, то три человека за год должны уже умереть в этой группе. По статистике в день в мире умирает 153 тысячи. И вот согласно данным, которые мы видим в этом фрагменте, получится, что в день, в то время будут умирать четыре миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать человек. Каждый час в мире умирает шесть тысяч триста девяносто людей. Шесть тысяч триста девяносто людей умирает каждый час. Если бы вот эта печать четвертая была снята сегодня, то тогда бы за один час погибло двести тысяч человек. Получается три тысячи триста двадцать людей человек каждую минуту. То есть можно увидеть, насколько грандиозными будут изменения в мировом масштабе. И вы можете увидеть, что эти вещи которые консистентны с ремоцией общей грехов. И обратите внимание, что все это происходит в результате того, что устраняется общая благодать. Они убиты с мечтой, сфором и плагой, и с злыхи и в восьмом стихе говорится о том, каким образом это происходит. Умерщвляться будут мечом и голодом и мором и зверями земными. Можно сказать, что от этого люди постоянно умирают. каждый день люди умирают по одной из этих причин. Однако в это время люди будут умирать по этим всем причинам, однако количество их будет исчисляться миллионами. уничтожатся 2,5 или 3 дня для того, чтобы уничтожить население Москвы. Я слышала последние данные, что там проживают 12 миллионов. 12 миллионов. А весь город Феникс можно будет уничтожить людей в этом городе. Можно будет уничтожить за один день. И приходим к такому выводу, что люди заслуживают смерть. Но в наше время вот эти силы они удерживаются. Поэтому нет такой смертности. we're hiding from this kind of rampaging death. Now the fifth seal begins in verse 9. This is a very, very different, very out of, seems like it's out of place in the seals. написано об этом. Потому что теперь действия происходят уже не на земле, а снова на небесах. And there is this rather strange discussion between the souls of people, the people who have died before the tribulation by persecution and martyrdom. This is the only place in the book of Revelation where anyone asks God a question. And the question is how long are you going to allow the people of the earth to exist before you destroy them for killing us? И этот вопрос можно сформулировать своими словами таким образом. Сколько еще ты будешь позволять людям жить на земле тем людям, которые гнали и убивали нас? Доколе ты будешь их терпеть? Что же делает в ответ на это Бог? Он дает каждому из них белые одежды. И также сказал им о том, чтобы они успокоились, еще на малое время. То есть, чтобы подождали еще. Потому что еще не было убито столько людей, сколько должно было быть убито. Бог заранее знает, какое количество должно было быть таких людей. я думаю, что во время великой скорби уже не будет толерантности или терпимости к Евангелию. Поддержите ТВ-семинари молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv-семинари.com В 12-м стихе мы читаем о шестой печати. А здесь уже совершенно очевидное проявление Божьего гнева. А мы видим, что здесь также происходят какие-то изменения. Однако это тоже результаты того, что устраняется общая благодать. А хотя для каждой другой печати можно было найти какое-то естественное природное объяснение, почему что-то произошло. То есть можно было найти естественное объяснение, например, сказать, что это результаты глобального потепления, какая-то эпидемия, болезни какие-то привели к таким последствиям. Но не для последней печати, потому что для того, что происходит в результате снятия этой печати, нет естественных объяснений. в 12-м стихе говорится о великом землетрясении. Солнце стало мрачно, влосеница, то есть солнце становится темным, не знаю, это будет какое-нибудь пылевое облако, грязь какая-то или еще что там будет. There's perhaps a great outbreak of asteroids. Астероиды тоже будут. Because when it says in verse 13 the stars in the sky, there's only one word for any heavenly body. You'll also notice that it says that the sky receded like a scroll rolling up. The word for sky here is really the word for atmosphere. In addition to that, verse 14 says that every mountain and island was removed from its place. This indicates a tremendous change in the sky and in the earth that gets people's attention. and the people, even the mighty and the rich people want to ask the rocks to fall on them and hide them from the land. And if you look at verse 17 it says that these people recognize that the great day of their wrath has come and who can stand. Do you see the grace of God in this? He's not just killing everybody. but these powerful changes cannot be ignored. He can't be ignored. And they cannot be explained by global warming. It's God. Now, how are people going to respond? Are they going to be afraid of God and resist Him? Or are they going to put their faith in God? or it's faith. So, that is the end. Everyone recognizes the hand of God. And the common response is fear instead of faith. Fear instead of faith. Or do we have any questions on all those seals? So, do we have any questions on all those seals? on all those seals? Do we have any questions on all those seals? What kind of number they had to complete in verse 11? Only known by God. Only known by God. He has, I'm sure He knows every individual who will be martyred for the faith. I am absolutely sure that He knows each individual who will die for the faith. and that number is so important or that those people are very, very important to Him. For the people in the churches, the seven churches who were being persecuted, they would have taken great comfort in that. Those who are martyred in the book of Revelation are given great honor by God. And the people, who are in the book of Revelation they will receive their reward by God. And it also indicates that the tribulation period will be a time of great persecution of the believers. also a sign of that the great 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 people are a 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 and a a a a a and a a запросу ТВ-семинария.